Я любим Крым. Они мне официально дали. И там, когда проплывают корабли, это заповедник, а это писатель. Он думает. А запахи кошачьи чувствуют в 14 раз сильнее, чем ты. Это чудовище, что они сидели рядом. Сам как ты видел, это не мидор. Ночью, когда вы идете и там еще джаз-фестиваль, и вы видите эту... Простите, должны остановиться. Это же первый, который опубликовал все целиком в России, в журнале огонек. Миша Козырев и Фекла Толстая. Понедельник и пятница. Программа «Мишанина». Возможно, все. «Мишанина». Дамы и господа, вечер становится запредельно прекрасным. У нас в гостях Эдвард Станиславович Родзинский. Добро пожаловать. Спасибо. Добрый вечер. Сегодня у нас отдельный литературно-музыкальный повод для нашей встречи, который связан с именем, наверное, того композитора, с которым мы до сих пор пытаемся, мучаемся и не можем разгадать огромное количество загадок и тайн, которые его... Мы уж не мучаемся. Мучаемся. До сих пор. То есть я намерен задать несколько вопросов, на которые я хочу узнать конкретные ответы. Это сразу вопрос уже, который у Станиславовича. Вы с Моцартом мучаетесь или нет? Давай все-таки расскажем о поводе. Дело в том, что состоится и подготовлен автором замечательной пьесы о Моцарте «Загадка Моцарта» Эдвардом Розинским и замечательным огромным музыкальным коллективом такой целый вечер, который будет называться «Загадка Моцарта». Он пройдет 9 числа в Московской филармонии, то есть концертном зале Чайковского. 9 октября. И будет за литературную часть отвечает Эдвард Розинский, который сегодня у нас в студии, а музыку будет исполнять замечательный Светлановский оркестр под управлением Михаила Грановского. И, наверное, еще, может быть, вы расскажете, какие еще там сюрпризы и удивительные вещи запланированы. Хотя о сюрпризах, наверное, нельзя. Нет, не будем. Мы там расскажем. Мне хочется спросить, вы репетируете с оркестром уже или нет? Я репетировал с оркестром. Серьезно? Да, это безумно интересно. То есть вы видите звук, именно видите. То есть они окружают вас. И когда встает капелла, там будет еще хор, и когда звучит Моцарт, вы вдруг понимаете, что Горький плакал часто. Потому что у вас начинаются слезы. Это реквием, это невероятно. Вообще вся эта же история, это история реквиема, то, о чем я буду рассказывать. Это загадка Моцарта, это повод. А самое главное, это как создается реквием. И вообще, вот вы сказали о муках. Вы знаете, вот в начале была мука. Дело в том, что ко мне позвонил из... Дело в том, что в Москве в начале 90-х у меня шло одновременно 9 пьес. Я был очень востребованный автор. Произошло это в результате перестройки. То есть все, что запрещено, было разрешено. У меня шло там 4 пьесы в Театре Маяковского, две на Бронной, одна в Доронинском хате и так далее. То есть я был драматург. И поэтому ко мне обратилось итальянское радио и телевидение с предложением... Это был заказ написать пьесу о Моцарте. А я бы точно отказался. Ну, точно. Потому что, ну, Моцарт замечательно. Но я никогда этим не занимался. Я не умею. То, что я совсем не знаю, я туда не хожу. Но я туда не просто пошел. Я туда бросился. Дело в том, что в это время, в начале 90-х, я занимался книгой. Книга была у Николая II. И мне прямо перед этим, вот прямо перед этим, удалось, ну, невозможное. То есть я соединил показания всех участников расстрела, то, что было в секретных фондах, вместе. И не я, а они восстановили всю картину этого зверства. И я был, в общем, первый, который это увидел глазами. Потому что один смотрел там через окно и рассказывает, второй был внутри, третий через спины смотрел. И все они дали показания. И они своими словами, каждый начиная абсолютно одинаково, то, что там произошло, не узнает никто. После чего шла эта история. И она меня не просто потрясла, я жил с этим зверством. Более того, у меня было ощущение, что я живу внутри этой комнаты. И когда мне позвонили и сказали, Моцарт, солнечная музыка, о, Боже, я просто готов был их расцеловать. Мне было, они-то что-то начали объяснять, сколько они платят. Я был бы, я бы им заплатил, только бы они не уходили. Такие извлекли вас из того кошмара. Они извлекли, он извлек меня из этого кошмара. И дальше я начал, ну, как совершенно человек со стороны, это очень здорово, читать то, что знают все, все эти документы. И чем больше, я ведь решил написать 105-ю пьесу Моцарта и Сальери. То есть там был Сальери ужасный, Пушкинский, Моцарт. Ну, все было мне ясно, понимаете, я был профессионал. И чем больше я читал эти документы, тем больше я ничего не понимал. Потому что Сальери, это оказывается не неудачник, завистник. Сальери блистательный композитор, у которого оперы идут по всей Европе, у которого Тарар дважды с гигантским успехом идет в Вене, а моцартовский Дон Жан после этого проваливается. У него ученики такие неплохие. Бетховен, Шуберт и Лист. И впоследствии будет еще один ученик, сын Моцарта, после смерти Моцарта. То есть это Бетховен иногда подписывался, Бетховен ученик Сальери. И тут я понимаю, что, во-первых, это итальянец. А это как рок-музыкант англичанин. Понимаете? Американец. Да, то есть, а это Моцарт, немец, немец. Это дело в том, что чтобы немцу получить должность, он должен получить признание вот там, в Италии. А Сальери уже все получил. При этом это легкомысленный человек, и нет ни одной дамы, ни одной, как скажет король, в этой огромной опере, которая с ним не переспала. То есть это легкомысленный весельчак, помешанный на себе, любвеобильный, удачник, блестящий композитор. А я должен поверить, что он завистник, не просто завистник, а мрачный завистник, который не просто позавидовал, а убил. Вот это у меня не вышло. Вот тот замечательный образ, который Смоктуновский создал в фильме знаменитом. Вы знаете, оказалось, он был, но только его звали не Сальери. Он был. И вы понимаете, чем больше я занимался этой биографией, тем больше я видел, что там... Дело в том, что там есть зигзаг в судьбе Моцарта. Просто зигзаг. То есть год у него все в порядке, ученики и концерты. Вдруг ученики исчезают, концерты тоже прекращаются, ему просто не на что жить. Он начинает судорожно занимать деньги у всех. Он начинает у ростовщиков. Самое страшное. То есть происходит что-то. И моя задача... В этот момент я почувствовал знакомый запах истории. Я почувствовал себя в деле. Я почувствовал себя абсолютно в деле. И я понял, что это уже интересно. То есть там есть человек, который это делает. И там он постепенно начал вырастать. Притом, я не буду рассказывать все содержание пьесы, но там появился странный человек. Этот человек, его имя есть во всех энциклопедиях, во всех таких приличных энциклопедиях. Не потому, что он был знаком с Моцартом и сыграет роль в его судьбе, а потому, что это был один из самых блестящих дипломатов, который друг Меттерниха, который участвовал в священном конгрессе и который после этого получил маленькую должность. Он был практический министр культуры при Венском дворе. И далее. Он являлся образцом хорошего тона в музыке. Вот, понимаете, бывает. Он был жрец. Он вернул Европе Баха и Генделя, забытых. Это он. Он обожал строгую немецкую музыку. У него была беда. Он любил сочинять. Он, к сожалению, был автор двенадцати симфоний, которые Моцарт мило назвал на крахмалены. Никогда не играл. Вы понимаете, и этот человек, и дальше наступает ещё загадка. Этот меценат богач. Моцарт даёт такие деньги на похороны любимого. А он обожал Моцарта. Моцарт, что его приходится хоронить в общей могиле для бедных. Правда, в отдельном гробу. Но в общей могиле. То есть прах его, эти могилы очищались каждые семь лет. То есть он был обречён исчезнуть. И дальше наступило самое интересное – почему. Понимаете? И вот почему оказалось глобально и огромно. Это оказалось выше простой интриги. Вот этот пушкинский образ гигантский, то есть человека, обожавшего музыку – вот это он. То есть я вдруг понял, что произошло самое невероятное. Александр Сергеевич его написал. То есть вы имеете в виду этот чёрный человек, который приходит заказать реквием? Да. Нет. Только он не Сальери, правильно? Только он не Сальери. То есть просто неправильно назвал Моцартикина. То есть это тот, о ком я рассказываю. Это барон Ван Свиттен. И дальше я сделал очень интересную для себя вещь. Я от имени барона Ван Свиттена написал пьесу. То есть это он рассказывает всю эту историю, которая произошла между ним и Моцартом. А эту замечательную погребальную мессу, то бишь реквием, Моцарту заказал друг Ван Свиттена. И вот как, почему, когда и что, я этим и занимался. И меня интересовала здесь не детективная история, она меня уже совсем не интересовала. Меня интересовал художник, бог, кто был Моцарт по правде, что он написал о боге, что он написал о смерти. Это самое потрясающее три письма Моцарта о смерти. И как ошибается этот Ван Свиттен в своём представлении о Моцарте. И кто такой Моцарте, и что такой гений. Вы понимаете? И всё это стало настолько, ну, как бы вам сказать, личным, но не личным, наверное. Я так боялся чужого прикосновения к этой работе, что после того, как она прекрасно была поставлена в Италии, и я вернулся в Москву, и, повторяю, у меня было 9 пьес. Театры всегда любят тех, у кого много пьес. Поэтому все узнали, что есть пьеса, которую можно ставить. Я никому её не дал. Я её опубликовал в таком журнале, который никто не читал тогда, «Современная драматургия», как-то он так назывался. И там провинциальные театры сразу поняли, что это не их работа, что там трудно будет. И поэтому это было не опасно. А всем, кто из столицы спрашивал, я говорил, что, вы знаете, она ещё не написана. Она ещё будет написана. Я часть её опубликовал в виде повести. Называлось «Несколько встреч с покойным господином Моцартом». Но сейчас, понимаете, как вам сказать, вот чтобы не было пошлости. Вот, понимаете, когда ты видишь фон того, что происходит в искусстве, так назовём, я не говорю хорошо, плохо, вот просто вот этот фон, вот то, о чём мыслят, то, что хотят те, кто творят, чтобы так мыслили другие. И мне показалось, что вот этот рассказ совсем о другом, понимаете, не о загадке Моцарта, а вот о художнике, о толпе, о том, как он всё равно внутри побеждает, будучи побеждённым. Вот это как бы потолок, вот эта планка, которая там бесспорно есть, я не говорю об исполнении, я говорю о темах, мне показалось невероятно важным её сделать. И вы знаете, первый раз я её сыграл, я так скажу, потому что вы понимаете, что такое, это же якобы читка пьесы, то есть я делаю вид, что я её читаю, я её могу читать наизусть, но я её читаю. Я её сыграл или прочёл в Москве, вот с оркестром Плетнёва. И вы знаете, там был эффект, которого я не знал. Они сидели за мной, у меня же декораций нету, и оказалось, что они были блистательной декорацией, потому что они слушали. Возможно, впервые они узнавали какие-то вещи, которые оказывались другими, ну, как в пьесе бывает. И они, это было замечательно, потом мне это говорили все. И, вы знаете, я после этого решил сделать, продолжить. Я ведь хотел один раз только. Мне было важно посмотреть. После чего я поехал в город, который имеет камни и к вам. большое отношение в Екатеринбург. И в Екатеринбурге, в Театре оперы и балета, с тем же Грановским, но с другим оркестром, это сделал. И, вы знаете, зал, мне так, я вот видел эти лица, и я понял, что они соскучились страшно. Понимаете, что они соскучились, вот нельзя всё время жить в норе. понимаете, там был воздух другой. То есть, там была попытка, чтобы думали я с ними, они со мной, а другом. И в конце, вот, может быть, они там прослезились от Моцарта, а я прослезился от того, как они слушали в конце. Я смотрел на них, это было фантастично. И я согласился, это же будет ещё две, это конец программы, больше я, наверное, не буду. Я в Москве и в Питере сделаю это. Это единственное представление в Москве? В Москве будет единственное, то есть, последнее, второе и последнее представление в Москве, этого больше никогда не будет. Я просто, вы понимаете, там идёт такая затрата. энергетическая. Я не знаю, какая, но потом некоторое время приходишь в себя. Мне надо приходить в себя, и я не умею, я не профессионал, я, наверное, поэту. И я выдержу ещё Петербург и, возможно, закончу эту историю, хотя мне она безумно интересна. Ну, и нам она уже становится очень интересна. Вы нас заинтриговали, и, несмотря на то, что вы говорите, что детективные сюжеты вас уже не так занимают, но всё-таки вот нас, задающих вопросы, наверное, наших слушателей, я думаю, что да. Я хочу призвать вас присылать какие-то, если у вас есть вопросы, 7903-797-6333, а мы сейчас скоро прервёмся на несколько минут, но у ещё есть время. Всё-таки Моцарт умер своей смертью или насильственной? Нет, он умер своей смертью. Он умер своей смертью, как это бывает, почти убив себя. То есть, обстоятельства были таковы, и сила внушения, самовнушения художника. Вы понимаете, ведь Достоевский открыл, это же было почти то же, Достоевский сказал, сегодня я умру. И умер. Хотя перед этим у него облегчение, всё. Моцарт сказал. Но вот это стреллеровская фраза по поводу того, что он умер, потому что в нём кончилась музыка. Это относится к этому, нет? Нет, в нём музыка никогда не кончалась и не могла кончиться. Он сам был музыкой. Вы понимаете, она бы кончилась, если бы кончилась молитва. потому что он всё время он воспринимал музыку как молитву. То есть, это было, и я раньше никогда про это не знал и не думал. Я тоже был уверен, что тот бессмертный образ, который сделали в Амадеусе, это и есть. Хохочущий, ой, а там всё вдруг садится, глаза загораются, клавир гений. А он написал письма, я их цитирую вслух, три фантастических письма о радости смерти. Вы знаете, вы очень заинтриговали нас этими письмами, и, может быть, мы, прервавшись на несколько минут с этих писем Моцарта о смерти и начнём. Хотя вообще Моцарт и смерть такие понятия, которые не сразу кажутся сходными. Это программа Мишанин у нас в гостях, Эдвард Станиславович Родзинский. Не смейте даже переключать. Да, у нас есть сейчас три минуты. Да, конечно. Да, спасибо. Собака, радио, нижнее подчёркивание, Сивер. Следуй за нами. Вот интересно, там поэтому вот это соединение абсолютного документа, придуманного, но исходящего из документов с образом, оно, конечно, сильное. Когда я его читаю, вот эта радость и когда музыка начинает, ой, там куски музыки, в чём их подобрал в начале пледнёв, а потом уже продолжил. причём при нём боялся, что это мешает. Ну, сюжет. И он как бы помалу. Потом начинают все расширяться, расширяться и выяснилось, что чем её больше, тем больше. Мне легче. Ну, несоизмеримо, потому что они создают образ. вот этот звук он создаёт так. И это проверка. Понимаете? На своём главном заводе в Вольсбурге автоконцерн Volkswagen AG каждый год выпускает не только более 500 тысяч автомобилей, но и более полуцарабилов острых колбасок. Почаще его зовите. Очень интересный человек. Девчонки, представить себе, что можно представить печальнее, чем судьба Савелья вообще. Конечно. Как несправедливо. Пушкин его добил. Вот мне интересно, это наша история или как в других странах, как итальянцы к нему относятся? Замечательно, его же исполняют. Он до сих пор исполняет. То есть вот эта история про гений и злодейство, ее нигде нет, кроме как в русской культуре. Нет, она есть. Она есть всюду. Башмет у Насти в фильме говорит фразу о том, что, да, конечно, это хорошая музыка, иногда даже выдающаяся, но я все равно не хочу его играть, потому что... Потому что я знаю. Нет, но это просто... Мой вопрос как раз о том, что мы от Пушкина уже никуда не денемся, правда? Мы-то точно. А вот вопрос, как в других странах. В других странах они тоже склоняются, иначе бы Форман не удалось это все сделать. Мишанина. Те, кто слушает нас последние полчаса, то я уверен, что не могут оторваться от радиоприемника. Это все будет в сопровождении знаменитого Светлановского оркестра. 9 октября в зале Чайковского Эдвард Станиславович Родзинский будет давать, будет играть пьесу «Загадка Моцарта». А мы расстались перед этим небольшим перерывом как раз на месте на теме Моцарта и смерти. Вот, если можно, расскажите о них. Вы знаете, мне жалко, потому что... Ладно, но не все же смогут прийти на спектакль. Вы знаете, не в этом дело. Когда ты произносишь, из тебя немножко уходят. Для меня эти три письма, как и для того, от чьего лица я веду повествование, то есть Ван Свитона были шоком абсолютно. И каждый раз, когда я там это читаю, естественно, это выборка из писем отцу, и это написано перед смертью отца и после смерти матери отцу. Оба письма отцу. Два. И есть еще третье, другое письмо, которое я смонтировал просто, потому что те же мысли. Из писем. Да, из писем. И вот эта радость, философская радость смерти, ее ощущение, что без нее нет жизни, без ощущения вот этого грядущего, и главное, абсолютное, то, что проходит у него через все, не просто вера в Бога, а вера в справедливость Бога, к нему. Вот сейчас он сидит без всего, там жуткая жизнь идет. Понимаете, ну, кто его мог отравить? Ну, зачем? У него ни учеников, ни денег, ни концертов, ничего нету. Его нечего отравить. Вот прошла волшебная флейта, и приезжает Сальери, и он это с барского плеча, я поздравляю вас, вы великолепны, великолепны музыканты, и какая прелесть одеть сказку в масонские одежды. Говорит, он и все. Понимаете, и за это происходит этот знаменитый ужин, который Александр Сергеевич так описал. Ну, нет, там нет повода. Мотив же вот этого зависти к абсолютному чистому хрустальному таланту, калибра которого ему никогда не достигнет. Вы знаете, он, если вы спросите 105% успешных художников, кто самый-самый, вы знаете, что они ответят. Я. Поэтому Сальери... Они скажут о самом себе. А Сальери, у которого его превосходство закреплено в титуле. Он называется «Первый капельмейстер империи». Это его титул такой. Первый. Моцарт, когда Сальери убирают король с этого замечательного поста, освобождается второй капельмейстер. Потому что первого делают первым. Моцарт мечтает быть вторым. А это первый капельмейстер, который не слышал, как выясняется, произведений Моцарта. Он, как все, предпочитает не слышать чужого. Это болезнь, к сожалению, которой владеет... А есть другой персонаж, вот который я... о котором я рассказываю, у которого чёткие причины и чёткие взаимоотношения с Моцартом. И чёткие причины, и которые действительно, в отличие от Сальери, понимают всю силу таланта Моцарта. Потому что он, мы бы сказали, сейчас музыковед. Понимаете? Музыкальный критик. Он настолько музыковед, что он тогда, когда искусство Баха было на чердаке, он понял, кто такой Бах. И он возвращает Баха, делает его популярным, у него каждое воскресенье играют Баха и Генделя. И он приглашает Моцарта туда слушать. Потому что боготворит он, он обожает музыку Моцарта, но боготворит Баха и Генделя. И для него важно, чтобы Моцарт рос туда, к Баху и Генделю. И вот это, вот эти взаимоотношения, они безумно интересны. Понимаете? Потому что это взаимоотношения жреца музыки, с творцом. И а жрец, он всегда знает о творце лучше, чем сам творец. Но, к сожалению, как правило, ошибается. Творец знает лучше. Ну, это абсолютно, абсолютно читающийся параллель с современностью. Вообще, чем больше листаешь про Моцарта, тем больше узнаешь про сегодняшний мир. Ну, как, там было то, вот я, там есть в моем рассказе есть еще одно действующее лицо, которое определяет Папа Моцарта. Называется музыкальная преисподня. И вот эта музыкальная преисподня сильно руководит. Сейчас, секундочку, я не очень понял. Это Папа Моцарта, это музыкальная преисподня? Или Папа определяет... Папа определяет место завистников, вечных завистников. Это музыкальная преисподня. Из этой преисподни распространяются самые страшные слухи. Причем, прелесть взаимоотношений Моцарта и Сальери, потому что Папа убеждает Моцарта все время, что ему вредит Сальери. что Сальери завидует. Вот отсюда появляется это. А Сальери не знает, что он завидует. Отсюда рождается этот миф о соперничестве Сальери с Моцартом. Да, он разносится. Они не встречались еще. А Папе это для чего? Папа любит сына. И Папа знает мир. Дело в том, что Папа больше всего, и там эта тема, боится, что сын останется без него. Что сын слишком чист, для этого гнусного мира, как он это подлинные слова. И поражен был одним фактом, что 36 лет Моцарт из этих 36 лет он 10 лет фактически провел в дороге. Он все время, его папа везде возил и даже придумал ему такой пюпитр, который внутри кареты, на которой они передвигались. Потому что он должен писать, он должен сочинять. Не терять времени. Нет, он не может. Дело в том, что он, если он играет на бильярде, то он играет, он создает мелодию. Когда он играет чужую музыку, он делает вид, что он забыл, чтобы начать сочинять свое. Он живет в музыкальной лихорадке, будто чувствуя, что там 36 лет. Вот, простите, если я спускаю вас на более бытовой уровень, но вот читая настоящие документы, письма Моцарта и вот все, что вокруг этого было, какой человеческий образ самого Моцарта встает. Насколько это симпатичный человек не с точки зрения гениальности, а с такой более обычной нашей точки зрения? Мальчишка. Вечный. Вечный до смерти. Эгоист? Мальчишка, нет. Мальчишка, ребенок. Вечный ребенок, то есть, который считалось, что это от того, что папа всю жизнь был рядом. Да, был рядом. Нет, это душа. То есть, инфантильный? Нет, это не инфантильный. Это прекраснейшее восприятие мира, незамутненное, которое невероятно чистое. И отсюда музыка. Понимаете? Потому что в музыке он может ругаться, кричать там жопа и все, накось, выкуси. До музыки. Понимаете? До музыки. И он даже... Там есть кусок очень важный в этой пьесе о том, как он объясняет жизнь в миру и жизнь, когда сочиняешь. Вот это самое важное. Потому что... В чем разница? Ну вот, я не могу... Цитируйте. Мне не рассказывать... Поймите, это не от того, что я хочу заманить, приходить, и я вам не расскажу. Нет. Просто есть страшное... Вот папа Жени Симоновой был великий физиолог, великий. И я с ним очень дружил. Был такой старший товарищ. Очень я его любил. И у него были целый ряд работ об эмоциях. То есть это удивительная работа. Он работал на актерах. То есть он сажал артиста, условно скажем, Табакова, молодого и современника, и артиста Ершова из тогдашнего МХАТа. И он предлагал им сыграть страх. Артист Ершов моментально играл страх. Артист Табаков моментально играл, что он не боится. потому что это и был страх. Потому что страх человек старается закрыться. Он показывает, что он не боится... Как пьяный, очень старается пройти ровненько-ровненько. И он мне сказал замечательную формулу. Он сказал, эмоция это недостаток информации. Это такая, в общем, гнетущая в этом есть отцена. Да, вот это недостаток информации. Он говорит, если вы видите актера, вот два боксера, вы знаете, что он сильнее вас. Ну, вы знаете, что он сильнее вас. И вы его, ну, опасаетесь. А вот выходит, и вы не знаете никто, ничто. Вы его начинаете сильнее бояться. Потому что вы не знаете. Так же, как любовь, так же, как новая любовь, новая женщина. Это вот это. Понимаете? Значит ли это, что нам, в общем, для того, чтобы жить богато эмоциональной жизнью, стоит бояться избиткой информации? Я не буду обобщать. Я вам сказал применительно к себе. Поэтому я стараюсь меньше об этом говорить. Я хочу. Потому что, вы понимаете, мне это надо сыграть. И мне надо выйти, ведь что такое? Я все-таки, у меня режиссер был, ну, наверное, самый лучший за всю историю нашего театра. Он поставил пять моих пьес. Это Анатолий Васильевич Эфорс. И все пять пьес я сидел на его репетициях. И я очень точно знаю, понимаете, как это страшно, когда вы выкладываетесь и рассказываете. Понимаете, потом... А потом вдруг с опустошением выходят, да. Я должен выйти и не знать. Я должен начать сначала. То есть, вот, я вышел. Я первый раз рассказываю то, что я рассказываю. и тогда выйдет. И поэтому я как мама охраняю, охраняю ребенка. Можно я еще по фактическим вещам хочу пару вещей уточнить. Как вы считаете, какое воздействие на последние эти дни жизни Моцарта на него все-таки оказал этот заказ реквиема? Главное. Главное угнетающее, главное одухотворенное, одухотворяющее, наполняющее его смыслом снова написания заказа какого-то. Да, вначале радость. Он хотел давно написать духовную музыку, а потом вот этот образ, эта тайна, которая начинает окружать этот заказ, этот человек, похожий на погребальные дороги с таймя, этот локеп, который приходит ему заказывать в этом плаще, несмотря на жару, и этот непонятный заказчик, который готов терпеть любое, только бы погребальное месо было сделано, оно с каждым мгновением его захватывает, и он начинает сам бояться. Вы понимаете, там идет самовнушение художника. Нет ничего страшнее, потому что сила внушения, равна силе самовнушения. Понятно. Я еще... Нам надо прерваться на минутку буквально, но у нас еще останется пять минут разговора с Эдвардом Родзинским. Нас спрашивают, тут такая смс-ка пришлась, как вам удалось его заполучить? Ну вот, вам тоже удастся его заполучить, во всяком случае, в Москве 9 числа в концертном зале Чайковского будет большой концерт вместе с оркестром под управлением Михаила Грановского, где загадка Моцарта может быть как-то будет вам раскрыта Эдвардом Родзинским. Из этого же письма Моцарта о смерти процитировать фразу «Никогда не ложусь в постель», пишет Моцарт, «не подумав, что такой молодой я могу не проснуться». Мы продолжим разговор о Моцарте через несколько минут. Я хотел вас спросить просто любопытно, после того, как вы написали книжку, как изменилось вас, как вы, стали ли вы по-другому Моцарту слышать? Да. Да? Ты чего? Мне кажется, это неизбежно. Да. Вам стало понятнее, что ли? Или как по-другому? Он просто родной. Родной? Куда же понять? Он родной, и я представляю, как специалисты по Моцарту, которые его слушали, должны ненавидеть любого, кто посягает на тему. Ну вот как я, когда про Сталина кто-то начинает, Сталин – это мой. Вы не устали от него? Нет. Вот я сейчас расскажу. Правильно, хороший переход. Мишанина. Никогда мы не узнаем всех ответов на вопросы. Всех секретов Моцарта? Всех секретов Моцарта, да. А ты думал, что все как раз сегодня выяснится. Какие-то вещи. С 8 до 9 по московскому времени. 9 октября это все будет презентовано в зале Чайковского с оркестром. Но надо еще использовать оставшееся время, чтобы узнать… В нашем разговоре с Эдвардом Родинским, чтобы узнать какие-то ваши книжные новости, может быть, вы же такой плодовитый, вас можно каждые полгода приглашать, и вы будете рассказывать о новой книжке. Вы знаете, эта книжка, так она опасно, говорить, что она плодовита, потому что я ее делал 8 лет. 8 лет я в жизни, я даже не знал, что это бывает. Вот 8 лет я писал, на самом деле 10, ну так интенсивно, я делал эту книгу. Это три тома, называется она «Апокалипсис от Кобы». Это Сталин, глазами человека, который был рядом с ним всю его жизнь. Но по его работе, такой был, он должен был периодически исчезать из страны, потому что он был коминтерновский разведчик. И потом возвращался в страну. Страна новая, Коба новая. Иногда он его сажал, но дело в том, что ему зубы выбивали, но дело в том, что это было его зеркало, Иосиф Виссарионович, в которое он видел всю длину ее собственного пути. Он иногда издевательски говорил, вот Бакинская, ты видишь, это Бакинская забастовка, вот там ты видишь, и показывал ему какую-то голову, которая торчала в толпе. И поэтому, отправив его далеко, он заботился, чтобы его там до конца не угрохали. Его возвращали периодически обратно. И это возвращение его, это, конечно, было прелестно после того, как он ни в чем не бывал, его звал, и они виделись. И он говорил, что-то ты постарел, Фудзи. Это была его партийная кличка. Фудзи. Фудзи, да. Он был похож на японца, и поэтому Василий Саренович, это правда, по отношению к другому персонажу, он периодически его обвиняли в том, что он японский шпион. Поэтому это был последний привет Василию Сареновичу, но он возвращал его. И вот вся жизнь. Я хотел, понимаете, я думаю, вряд ли эта книга удовлетворит и тех, кто ненавидит Василия Сареновича, и тех, кто его любит. Потому что это была попытка рассказать о реальном человеке глазами другого человека. А вы-то его ненавидите или любите? Вы знаете, я добру и злу внимаю равнодушно, не ведая ни жалости, ни гнева. Я завет Александра Сергеевича знаю. И для того, чтобы писать, я должен идти вместе с ним по его ступеням. Я не имею права лично его ненавидеть или его любить. Но оправдывать его как писатель тоже это странная миссия? Вы знаете, я его не оправдываю и не осуждаю. Я его понимаю. Потому что задача, история по правде это ненавидеть, не плакать и не восхищаться. Задача истории это понимать. То есть, я должен понять каждый его шаг. И в этой книге, поэтому это 1500 страниц в общем будет. сейчас вышло два тома только. То есть, это трилогия. Это трилогия огромная. Понимаете, моя задача была, и это очень сложно, то есть, понимать, когда человек по имени Куба стал человеком по имени Сталин. Это же было не просто он перестал быть Кубой. Не в одночасье. Это не в одночасье, так не бывает. Эта книжка уже два тома уже в продаже. И сейчас Гибель богов второй том только что вышел, а третий очень скоро. Вот тогда мы заманим вас еще раз. Да, это я приду, и у нас будет длинная беседа о любимом. Спасибо большое. Эдвард Катинский был на студии, большое спасибо. И спасибо слушателям за то, что провели такой волшебный час вместе с нами. Спасибо большое. Интересно, безумно вообще. Интересно. Так мне радостно к вам приходить. Спасибо, что мы будем очень еще рады. Потому что так весело приходить. Спасибо. А я еще подумала, что вы упомянули Эфроссона, вообще, конечно, список режиссеров, с которыми вы работали непосредственно. Чудой. Удивители. Удивители. Да, у меня были все, кроме, может ли, включая последних Виктюк и Фокин. Точно, и Московский. Был Хефец. Был Товстоногов. Был Товстоногов, был Эфросс, был Гончаров. Еще какие-то были, но они так... А, Львов Анохин, который был глав фреш театра Станиславского. То есть, в общем, такой набор... А вы писали об этом, нет? Нет. Нет. У меня есть такая книжка, вышла, называется «Театральный роман». Она вышла, где так, голопом по Европам, потому что, если я начну одни репетиции с Эфросом, и вся наша... Я же не... Там, понимаете, он поставил пять моих пьес, я никогда с ним не дружил. То есть, я о нем забывал, как только пьеса выходила, он обо мне. Но как только мы начинали, я ее приносил, он знал, что ничего хорошего ему не будет. Потому что я же... На мне закрыли театр Ленинского комсомола, он поставил «Снимается кино». Он пришел на Бронную, поставил Колобашкина, которого сняли, но там как-то держался, после чего он... Я решил с ним не работать, потому что ну зачем мне эти пироги? Да, я написал турбазу, такую пьесу, и отнес ее в образцовый театр, он назывался образцовый театр Моссовета, выглавляемый лауреатом всех премий, героем стилистического труда, Юрием Александровичем Завадским, героем Цветаевой тоже. Он ее прочел, сказал, ой, замечательно, ночью я ему читал, но он пьесу мало слушал, мы с ним занялись другим, то есть он сказал, говорят, что вы знаете Евгения Онегина, я говорю, да, наизусть, да, ну давайте. Одессу звучными стихами продолжайте, мой друг туманский описал, но он пристрастными глазами в то время на нее взирал. Приехав он, вдруг, понятно. Кидал строчки и проверял, насколько вы реалили. А я потом его, поэтому там шло до конца, мы сражались до конца и в общем он знал наизусть, абсолютно, я знаю наизусть тоже, это входило в программу Отец составлял меня 14 строк, учат, я учил это, для укрепления памяти. Это, конечно, вот ваше поколение, вот я видела, вы не единственный человек, которого я знаю, который знает Евгения наизусть. Это такие сады петербурцы были. Я там и Моцарта и Сальери знаю наизусть, я знаю наизусть целые куски из Анатолия Франца, я знаю наизусть, но не важно. И он сказал, вы хотите, чтобы я ставил пьесу? Я говорю, да очень. А знаете, я хочу, кто? Я говорю, и Фроз. Он у нас поставил тишину вот эту замечательную Сраневскую, пусть поставят. Я дал пьесу. Он сразу понял, что это конец, что это турбаза в монастыре, где кладбище превращает в волейбольную площадку, крест сдают фонд помощи Вьетнаму, все время бегает человек, который говорят, или он тут сидел, потому что монастырь был тюрьмой, или он тут воевал, или это алкаш и завязал. И там, то есть каждый писатель имел только одну фразу, рабы, влачащие оковы, высоких песен не поют. И все. Больше ничего ходил и рабы, влачащие оковы, высоких песен не поют. Раб там там. Вторая у него была мужчина без усов, что женщина с усами, чехов, и уходил. Значит, то ли ее прочел, все понял, позвонил мне, и сказал, что вы написали, это ужас, там ничего не понятно, там то-то, то-то. Я слушал радостно. Свободный человек. Главное, что я свободен от него. Я все сделал. Так, он закончил. Я говорю, ну да, я ее переделаю. Переделывать поздно, мы начинаем репетировать. Я уже распределил ролик. Что было со спектаклем? Со спектаклем «Инфаркт первой инфросы». После этого приехала огромная статья, антисоветская. Впервые я прочел о себе в огоньке пьеса, поставленная в театре. и на первой странице обложки портрет Завадского, чтобы было ясно, что это не к нему. И Фрос пришло Ягодкин или Ягодкин, как называли его любимых, он пришел вместе с этим Синклитом и началось что-то. Они ягодкин на обсуждение. И я сидел, я в выступе сказал, что мне это напоминает 37-й год. все это. А они громко друг с другом разговаривали. Не слышали. Толя сидел и мне сказал самую потрясающую фразу. Когда закончил. Он сказал в ближайшее время. Прогноз от Евгения Колесникова проект карты mail.ru прямо сейчас. Не увлекли. Кому увлекли. Я же говорил, что в пьесе что-то там. И я не сумел ее приподнять. Да. Не увлекли. Я говорю, вас повесили. А вы говорите, что у вас галстук плох. Что бы вы мне не объяснили. Это плохо. Я плохо ее поставил. И дальше произошло то, чего вообще никто не знает и чего не будет. И могло быть только так. В спектакле участвовали Ниелова, Плят, Савина, Терехова. Я дальше могу продолжать. Это все, что было в Москве. Ниелова ушла в современе после этого. Савина, нет, она еще снималась. И Фросс после инфаркта вышел и ему, чтобы было все в порядке, дали репетировать во Мхате пьесу Рощина «Эшелон». Такая хорошая антивоенная, ну, такая нужная пьеса. Он ее репетировал днем. А ночью приезжал в Театр Моссовета восстанавливать турбажи по новой репетировке. Отказалась Савина от ролей. Не елова ночью приезжала машина ни у кого у меня. Я их развозил. Пол второго, заканчиваясь репетиция, человек с инфарктом, ему надо было решить, почему не вышло. Он был уверен, что не вышло. и был уверен. Я пришел к нему в больницу и переделал пьесу. Он сказал, ну, хорошо, прочитал, сказал, мы будем репетировать то, что там написано. Он знал, что первоначальный правильный. Он поменял плята на Иванова, Терехова убрал, какую-то пшенную взял. он переменил актеров всех. Маркова сделал писателем. Замечательный актер, Ксения Голиевна. Да, он стал, и он репетировал, и ничего не выходило. Вы понимаете, уже лет он заболел снова. А ну, театр же не может, надо выходить в отпуск, остается три репетиции ночных теперь они уже дневные, потому что современник перестал работать, и все освободили. И там сидел режиссер по фамилии Виктюк, который на каждую репетицию приходил. И ему сказали, чтобы он провел репетицию. Ну, формально. Вышел Виктюк и сделал то, что я никогда не забыл. Он снял часы и сказал, времени у нас нету. Значит, быстро. Все то же самое, только побыстрее. Они начали. Он сказал, нет, вы не поняли, вы быстро, надо очень быстро, очень быстро, очень. Я буду стучать. И они начали очень быстро, и все выяснилось. Вот все психологически, все, что придумал Эфрос, стало безумно работать, потому что у этой пьесы это была улица в три часа дня, где все важно. Понимаете, там не было розового, которого он все время искал, то есть там не было сюжета. Там все кусочки были одинаковой важности. он не понимал, что это модерн. Понимаете, он искал моей прежней пьесы, снимается кино, но он хотел, поэтому писатель с этой любовницей разговаривал, там были какие-то замечательные, выходил человек все время говорил, а мы только что о вас говорили, и хорошо, критик. поэтому, а он у него полчаса говорил, и писатель понимал, что он написал о нем на самом деле жуткую статью, и они играли все время всерьез, а это не надо, там не хватало то, как она была написана. На следующий день появился Эфрос, сел и сказал, ну начали. они начали, он сказал, нет, медленно, давайте быстрее, и он на них орал, то есть, я такого темпа у актера никогда не видел, оторваться от этого было абсолютно невозможно. Почему он сказал быстрее, он сам додумался до того же? ему, конечно, он понял сюжет, это не то, что он понял, как сделать, что он не понял. То есть, он увидел темп Виктюка и еще прибавил. темп пьесы не Виктюка. Он понял, что Виктюк из зала, потому что он из зала смотрел, он посторонними глазами понял, будучи режиссером, то, что Толя, который был психолог, не понял. И тогда Толя понял, что это недостаточно. и как эстет, он понял, что здесь надо обезумить, что они должны пробрасывать текст. И когда закончилось, такого спектакля не было и не будет уже, к сожалению. Он не повернулся и сказал «Ну что, взлетело?» Играли потом это никогда. Нет. После этого на следующий сезон пришла Наташа, его жена пошла к заводскому и сказала «Вы хотите, чтобы он умер?» Нет. Уберите. Это не должно быть. как актеры его ненавидели. Боже мой, тогда что говорила несчастная Савина. Они же отказались от кино, от всего. Они не могли понять, что он не боится. И опять же вопрос, а где же ее взять? После того, как он решил художественную задачу, уже неинтересно. бороться за эту сколку, срываться с этим говерным начальством, пошли они все в зад.